Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проза «Родом из Анапы» в минувшие выходные прошла презентация дебютных книг писателей нашего города. Бассейн «Виктория» торжественно открыли после масштабной реконструкции. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов назвал событие знаковым не только для города, но и для края и страны в целом. 10 миллионов рублей на ремонт выделил депутат Госдумы Иван Демченко из своего частного фонда. Еще 4 миллиона на приобретение оборудования добавил муниципальный бюджет. Глава города Сергей Сергеев подчеркнул, поддержка массового спорта – один из приоритетов в работе городских властей. А Иван Демченко добавил, совместно с руководством города предстоит решить еще немало задач, связанных с развитием уникального курорта. Первый старт в обновленном бассейне с кристально чистой водой. В ходе реконструкции, которая длилась с начала лета, обновили чашу и полностью заменили оборудование. Подогрев пола, систему перелива – все отвечает современным требованиям. Это современнейшая станция дозирования, которая есть только вообще в крае. Вода чище, идет экономия воды в целом, идет экономия химреагентов, потому что это все под контролем. И вода, как говорят наши плавцы, стала гораздо легче. В спортивной школе 52 года. С момента основания в учреждении проводились только текущие ремонты. По словам Ольги Егоровой, коммуникации износились настолько, что было принято решение приостановить работу бассейна ради безопасности детей. Проектной работой оплатил городской бюджет. В мае деньги на реконструкцию выделил депутат Госдумы Иван Демченко из своего частного фонда. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» назвал событие знаковым не только для Анапы, Краснодарского края, но и для страны в целом. Когда у нас есть неравнодушные депутаты, когда у нас есть неравнодушная власть в лице администрации городской, в лице представителей областной администрации, регионального отделения партии, вот такие объекты будут восстанавливаться. Это очень здорово говорит о том, что здесь будет продолжаться подготовка не только спортсменов к очень серьезным результатам, но и вообще просто массовое заявление с культурой. Важно преумножить, но важно здесь сохранить. Мы сегодня свидетели того, что сохранили очень важный объект, который много поколений спортсменов воспитал. И мы глубоко убеждены в том, что то событие, которое произошло, оно будет способствовать, что еще не одно поколение высококлассных спортсменов выйдут за пределы этого спортивного комплекса. Глава Анапы Сергей Сергеев заявил, что развитие спорта, как профессионального, так и массового, один из приоритетов в работе городских властей. Есть еще ряд сооружений, где завершается реконструкция. Следующий мы, наверное, будем с вами открывать поселение конструкции по 77-й школе и спортивный зал в поселке Винарад. Там уже работы практически заканчиваются. Там тоже спонсорские средства. И я хочу выразить заранее благодарность всем тем работающим анапчанам, кто помогает. Иван Демченко отметил, что по результатам выборов в Анапе он получил самый высокий процент голосов в округе. По его словам, совместно предстоит заложить основы дальнейшего развития города-курорта. Нам нужно необходимо навести порядок законодательств и с пляжами. Нам сегодня нужны федеральные целевые программы по очистке сточных вод. Нам же надо оздоравливать население России. Нам надо оздоравливать детей и лучшего курорта, чем Анапа. Для этого нет. Конечно же, не может быть закона иждивенческого. Дайте нам, а мы построим. Это неприемлемо сегодня. Мне кажется, мы должны упорно работать над тем, чтобы изыскать средства и потом просить на условиях собственной силы. Тогда это будет правильная позиция. Таким образом, схему решения задачи по реконструкции бассейна «Виктория» можно считать модельной. Ее эффективность доказывает то, что уже на днях здесь вновь начнутся занятия. Офис врача общей практики в 12-м микрорайоне готов к работе, но отремонтированные помещения пока пустуют. В Управлении здравоохранения объясняют, есть объективные причины. Лицензию на деятельность медучреждения оформляет Минздрав в Кубани. Тем не менее, на планерном совещании с заместителями глава Анапы потребовал от подчиненных проявлять больше активности и в кратчайшие сроки открыть офис врача общей практики. Мини-поликлиника появится в 12-м микрорайоне с открытием офиса врача общей практики. Это было поручение главы Анапы отдать помещение в жилом доме на Чехово под медицинское учреждение. И жители этого района всецело поддержали мэра. Медицина в шаговой доступности. Сегодня глава потребовал ускорить процесс лицензирования ВОПа. Планерку со службами заместитель главы Людмила Мурашова провела на месте. Надо, наверное, подумать, посмотреть, чтобы здесь площадка была с какими службами, с КИБДД или с кем, с ЖКХ. Здесь, во-первых, все должно все время теперь убираться, потому что это должно быть чисто, правильно? И второе, здесь должна быть свободная площадка для того, чтобы подъезжали мамы, те же люди с малыми, инвалиды, маломобильные группы населения, колясочку могли поставить и так далее. Площадка должна быть свободной. Ремонт сделан, мебель завезут до конца этой недели. Врач общей практики уже начала подготовительную работу, знакомится с медкартами пациентов и даже выезжает на дом. Все основные вопросы сегодня уже решены. Самое главное, что есть помещение готовое, есть врач подготовленный, имеющий специальную подготовку именно врача общей практики. От других врачей он отличается тем, что он может вести прием одновременно по семи специальностях. Для жителей это будет очень удобно, потому что это своего рода мини-поликлиника, где человек может прийти и получить помощь не только как от врача-терапевта участкового, но и как от узких специалистов других профилей. Детское население, как и прежде, будут обслуживать в филиале детской поликлиники. Людмила Мурашова ставит задачу наладить тесную связь между учреждениями. Можно подумать взаимодействие между детским филиалом детской поликлиники и взрослым. И то, о чем мы сами говорили, вот карточки не должны гулять. Если человек записался сюда, то он не должен потом идти в поликлинику или сюда. Нет, я уже понимаю, что машина, которая будет закреплена здесь, за этим офисом, как раз для того... То есть не будет такого, что человек пришел, записался, потом пришел за карточкой, потом пошел и так далее. Вот это очень важно для человека. Пакет документов на лицензирование подготовлен и направлен в Минздрав Краснодарского края, читался Вячеслав Ушаков. До этого времени медики проходили другие предусмотренные законом процедуры. Контрольный срок, который будет озвучен главе Анапы 16 декабря. К Новому году новая мини-поликлиника должна принимать пациентов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратев в пятницу сообщил о том, что в регионе готовят предложение в законопроект правительства России о курортном сборе, которые касаются не только размера сбора, механизма его взимания, но и определяют основные направления расходования этих средств. Глава региона подчеркнул, что эти деньги должны быть максимально прозрачными, чтобы люди понимали, на какие цели они будут потрачены. Цитирую, курортный сбор не должен повлиять на поток туристов, но надо понимать, что скорее мы можем потерять отдыхающих из-за низкого сервиса и качества услуг, а не из-за введения курортного сбора. Важно, чтобы сумма курортного сбора была экономически обоснованной, но прежде всего не применительной для туристов. Необходимо проработать возможность введения особых условий льготным категориям граждан. Ставки сбора, на наш взгляд, также должны зависеть от сезонности и муниципалитета. Конец цитаты. Напомним, президент России Владимир Путин в сентябре поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. И к другим темам. На курортах Кубани появился новый бренд – черноморская кухня. По мнению экспертов, он уже сегодня составляет достойную конкуренцию средиземноморской и европейской кухни. По словам поваров, основа такого в меню – морепродукты, барабулька, медиа, устрица, ставрида и другие дары глубин. Подробнее об этом в сюжете наших коллег. Когда я приехал в Сочи, для меня было очень интересно услышать в маршрутке фразу двух подружек. Ну что, вы сегодня придете к нам на барабульку? Шеф-повар Михаил Кондрашов приехал в Сочи из Москвы. Теперь сам регулярно готовит барабульку, а также медиа, устрица, ставрида и другие дары Черного моря. Именно они и должны стать главными ингредиентами нового гастробренда, считает Михаил. Перенимая опыт европейцев, непосредственно итальянский опыт, о том, что у моря обязательно должен быть аквариум для свежести, для качественной продажи морепродуктов. Чтобы это был низкий сезон не с помощью морозилки, как бы мы все не скрывали, что у нас здесь все это только выловлено, но это невозможно. Черноморский деликатес Камбала или Калкан стоит около 1300 рублей за килограмм. Поистине ценная рыба. От сородичей отличается жирностью, за что полюбилась гурманам больше, чем средиземноморская. Но лишь полагаясь на вкус, бренд не создать, считают эксперты. Собственные продукты должны быть в изобилии, например, как в Испании. Когда мы говорим о неземноморской кухне, мы подозреваем, что вот есть берег моря, есть там по берегу моря куча рыбных ресторанов, рыбаки привезли, выловили на берег, вытащили. И ты идешь, садишься в ресторан, тебе там дают список рыбы, говорят, вот это сегодня поймали, вот это, вот это и вот это. В Черном море, подчеркивают рестораторы, система рыбопромысла налажена гораздо слабее. Чтобы накормить посетителей с тавридой или сарганом, приходится нанимать частников. Лишь у немногих есть документы, разрешающие отлов. Но несмотря на то, что Средиземному морю Черное не конкурент, курорты Краснодарского края пользуются популярностью у рестораторов. В приморские города приезжают и российские, и зарубежные кулинары. Итальянец Паоло Лаполита живет в Анапе уже 6 лет. За это время рынок изучил и нашел для себя неповторимые вкусы. Рынок имеет великие продукты. Есть домашний сыр здесь, сулугуни, бринза, малосонный, соленый бринза. Такие вкусы, которые нигде нет. Понятно, это не моцарелла, к которой все привыкли. Но это очень интересно, это очень неповторимо. Действительно, если вычеркнуть морепродукты, курортное меню не исхудает. Сегодня в приморские города туристы приезжают отведать блюда с остротой и темпераментом. Речь о кавказской кухне. Ароматные хинкали, хашлама на костре, хрустящие чебуреки. В бренд черноморской кухни свою лепту внесут десятки народов. Черноморское побережье, оно и находится под Кавказскими горами. И население Черноморского побережья на большой процент состоит из жителей Кавказа. Здесь много и грузин живет, армяне очень много живет, греки. Да и очень много в Сочи национальностей. Мне кажется, национальностей около ста уже, наверное, есть. Берег реки Сочи. В народе ресторанная аллея уже давно получила собственный бренд. Тут готовят коронные блюда на мангале, о чем знает каждый житель курорта. А турист обязательно оказывается здесь уже на вторые сутки путешествия. Секрет популярности, опять же, в качестве продуктов. Практически 90% продукции, которые у нас представлены в меню, мы здесь сами производим. Изначально от сырья и до готового блюда. Конечно, путь к клиентам лежит через желудок, подчеркивает Геворг Саркисян. Но не стоит забывать о сервисе. Работа официантов, поваров, всего персонала тоже часть бренда. От их трудов во многом зависит, вернется ли гость. Анжелика Ефимова, Александр Киреев, Кубань-24, Анапа, Сочи. Уважаемые анапчане и гости курорта. Управление сельского хозяйства городской администрации приглашает руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК и потребителей продукции, предприятия торговли, общественного питания, санаторно-курортного комплекса и бюджетной сферы Анапского, Крымского, Северского районов и Анапы принять участие в деловой встрече. А также в этот день все жители и гости нашего города приглашаются на ярмарку продукции кубанских производителей. Состоится мероприятие 17 ноября в 10 часов в Центре культуры Родина. И к другим темам. Специалисты управления торговли города-курорта Анапы ежедневно проводят рейдовые мероприятия, задача которых – выявление торговых точек и предприятий, которые нарушают закон о реализации алкогольной продукции. Сегодня на улице Советская был выявлен один из фактов такого нарушения. Магазин «Винный рай» на улице Советской не имел лицензии, но очень бойко продавал вина на розлив самых популярных марок. В результате рейда было изъято 820 литров продукции. Всего с начала этого месяца у недобросовестных предпринимателей было изъято более полутора тонн незаконного алкоголя. В литературной кофейне «От А до Я» прошла презентация дебютных книг двух анапских писателей. Теплая атмосфера и уютная обстановка позволили слушателям с особенным вниманием слушаться звучавшие произведения. Гостям творческого вечера представили сборники «Малой прозы», «Бумажный саксофон» Ирины Васьковой и «Куда спешит лайнер» Елены Сухановой. Короткие рассказы, емкие, захватывающие воображение прозвучали в исполнении авторов и их друзей. В текстах Ирины Васьковой переплетены север и юг, дают о себе знать годы жизни в сибирском Красноярске, но особенно ощущается переезд на берег Черного моря, залитую солнцем Анапу. Жизнь на курорте будто добавила в прозу Ирины новые нотки тепла, окрасила дополнительными оттенками. А я не писатель. Может быть, для того, чтобы назваться писателем, я должна пройти этот путь до конца, до самого, и чувствовать себя в силах идти вперед. А пока я только фиксирую то, что со мной происходит. И я думаю, что рано называться писателем, имея за плечами так мало, как у меня. У меня только одна книга. Ну, автор, рассказчик, но писатель слишком громко. Говорят, что современному читателю не нравятся рассказы. Уверяют, что малая проза – жанр, отживший свое. А така в конце октября вышла книга, способная доказать обратное. Сборник небольших рассказов и эссе Анапского прозаика Елены Сухановой «Куда спешит лайнер». Представленные в сборнике рассказы оказались для Елены своего рода экспериментом. Жизненные эпизоды, мысли, парадоксы становятся вдохновением для автора и рождают произведения, отличающиеся оригинальным, свойственным только Елене стилем. Читателю предоставляется возможность узнать, что может волновать современного прозаика. А Елена – прозаик исключительно современный, пишущий и ищущий новое, свежее, нетривиальное. Многие сравнивают рождение книги с рождением ребенка, и писатели об этом много говорят, что когда книгу ругают, они воспринимают это как ругание по отношению к своему ребенку. Конечно, это тяжело, потому что с этим вымученная иногда получается литература. Здесь, наверное, был меньше процесс вымученности. Вот я с романами больше сил, конечно, тратила, потому что они больше по объему. У меня два романа сейчас на данный момент написано, один выходит скоро в издательстве. А здесь рассказы, они получались, конечно, легче, потому что это был… Ну, они короткие, с ними меньше нужно было работать, но зато их чаще вычитываешь и чаще правишь. То есть, и вот этот процесс, когда возвращаешься, и их чаще обсуждают, потому что вот так вот вышел, прочитал рассказ, и заговаривают об этом, и понимаешь там, что-то, может быть, не так сделало, возвращаешься, правишь, или какие-то недочеты, или наоборот хвалят. То есть, их чаще обсуждают, поэтому это тоже такой вот вопрос, когда о ребенке просто больше говорят. Презентация получилась на редкость удачной, динамичной и яркой. Книги, вышедшие в краснодарском издательстве «Новация», оформлены анапскими художниками. С бумажным саксофоном работал Илья Копанев, а обложка для сборника «Куда спешит лайнер» выполнена Юлией Степашкиной. Фото иллюстрации сделала Ирина Серова. Новинки вызвали неподдельный интерес слушателей, что только подтверждает талант и оригинальность авторов, а также востребованность их творчества. Сегодня можно будет наблюдать необычное явление «Суперлуния». Так близко к Земле луна подходила 70 лет назад. В следующий раз это явление можно будет наблюдать только в 2034 году. «Суперлуния» — это астрономическое явление, которое можно наблюдать при совпадении полнолуния или новолуния с перегеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря данному явлению спутник кажется на 14% крупнее и на 30% ярче, чем обычно. Это уже второе из трех «Суперлуний» в этом году. По данным ученых, еще раз это явление можно будет увидеть 14 декабря. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди — 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин